Одна карта. Это космосиметрическая линейная на векторном пространстве. Давайте посмотрим, как она тогда устроена. У нас имеется L. Давайте пока работаем ВРН. Но пока вообще это будет К форма ВРН. Потом многообразие мы без труда перенесем эту форму. Если она К форма ВРН, то тогда что вам сказать про нее? Как можно ее записать? Это линейная функция на векторах В1 и ВРН. Это такая форма. То она космосиметрическая. Вот такая вот форма. Давайте запишем. Пусть у нас имеется базис ВРН, то есть Е1 и так далее. Еn это базис ВРН. Тогда вектора ВИТ можно разложить по этому базису. Пусть у нас есть ВРН и ВРН. Вот так. Время форма – это функция на векторном пространстве. То есть ей надо дать число. Это число. Это число, да. Это коэффициенты просто. То есть мы разложили вектор по базису. Ну вот я хочу здесь попробовать разложить, что тогда это такое будет. То есть мы разложим все по базису. То есть у нас будет… Давайте воспользуемся обозначениями дифференциальной геометрии. И будем вместо суммы вот такой писать. Вот такую вещь. СИИЖЕЖ. Что это значит? Значит, вот в дифференциальной геометрии там есть такое соглашение. Соглашение. Если, значит, если в формуле есть повторяющиеся миндексы, то по ним это суммирование. То по ним подразумевается суммирование. В дифференциальной геометрии там очень много. Суммирование и всех сумм не упишешь, не напишешь. Поэтому можно записать вот эту формулу в таком вот виде. То есть СИ1, Ж1, ЕЖ1 и далее. СИ у нас КАН, ЖК, ЕЖК. Это я подставил для телектора в эту форму. Ну и теперь что можно сделать? Это линейная форма и фотосимметрии. Ну, линейная сначала. Из линейности можно там где стоит суммирование. Суммирование вынесите наружу и коэффициенты тоже вынесите. В линейности. В линейности. В линейности. У нас что получится? Ну, получается, что вот эта весь равна такой. Это СИ1, Ж1, Ж1, КАН, 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 КАН. Правильно? То есть это подразумевает суммирование по всем. СИ1, Ж1, КАН. Ну, соответственно, в пределах от 1 до 1. Вот. То есть получается, что наша форма, вот тут записанная в таком виде, она определяется на самом... Да, давайте, в общем, можно вот эти вот вещи привести. То есть можно же по стиметричности расставить здесь шара по убыванию, да, номеров. И тогда у нас еще будет, к тому же, вот такая щель, сейчас посмотрим, то есть... Так, 1, Ж1, УМНОВЫТ НА КАН, КАН, КАН. УМНОВЫТ НА КУБНАК ВЕРЕСТАНОВКИ. Такое вот. На... Эй, вот. Ну давайте уже автоматически здесь сумму. Суммирование будет, Ж1, МЕНЬШЕ, РАВНОЕ, ЕДИНИЦЕ, МЕНЬШЕ, Ж2, РАВНОЕ, Ж2, МЕНЬШЕ, Ж2, Х, МЕНШЕ, РАВНОЕ, Н. Суммирование по такому, по такому, вот. А БОРУ здесь будет... Так, будет... Ну, Е, вот, СИГМО, Ж1, видимо, так, да? Вот, что они будут по там, подрастанию идти. Е, СИГМО, Ж1. Вот. Видно, да? И тогда мы что видим? Мы видим, что наша форма, на самом деле, задается вот этими вот коэффициентами. То есть, есть вот эти вот значения... А, и наоборот, она у нас задается в смысле вот... Важны только вот эти вот значения. Да, вот эти коэффициенты выносятся. Вот эти вот... То есть, вот эти вот значения можно как-то обозначить. А, СИГМО, Ж1, СИГМО. А, СИГМО, Ж1, СИГМО. А, СИГМО. Вот эти вот значения можно... То есть, важно, как ведет форма на всех набоевых байсов-экстеров. Даже не всех, а всех упорядоченных набор. А, СИГМО. А, СИГМО. А, СИГМО. СИГМО. А, 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 СИГМО. СИГМО. Ну, да. Так вот давайте�м посмотрим. Там же же отредhern здесь. Ну да. Но там же коэффициент, у нас F ke, он же сдает, одинаковый, всех ст. А, ну да. Ну понятно, что так получается вот это отредители умноженные на F ke в коэффициент. Таким образом, мы получаем, что qualche角 у нас имея вообще-то говоря 1 ну точно сюда 2 процента одномерно есть не царе Да, то есть можно записать линейную форму в таком вот миге. Зернать вверху же сумму. Поэтому вот C1, C1, C1 и так далее. Зернать вверху, C1, 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 C1. Зернать вверху, C1. Это элементарная форма. Давайте посмотрим, что такое элементарная форма. Это элементарная форма. Т.е. форма, которая... Форма... Так, сейчас. Ну, точнее, форма... Ну, да. Я сейчас сказал, что вверху надо записать. Ну, да. Наверное, нам лучше от социаловый цепь. Вверху, C1, C1, C1. Да. Ну, что такое DXYT? Ну, DXYT, это понятно. Это... Пусть у нас имеют координаты вверху. Пусть X1 и так далее. Xn. Это координаты вверху. Ну, в нашей области. Тогда вот эта вот форма, это понятно. Это двойственная к тексту E1. То есть, это ушная, которая делает здесь. Е1. Вот. Ну, DXYT равно DXYT. Ну, DXYT равно DXYT. То есть, она единица какая-то. И это совпадает. Вот. И это не совпадает. Вот. Все. Теперь нам хочется понять, что такое форма DXYT и так далее DXYT. как? У нас же это L, это буквально число, да? Да. То есть, наша форма задается вот этими коэффициентами. Да. А потом мы вот эти вот коэффициенты превращаем в P, ну, в общем, вот вот этого контекста. А, и на оборот я. Все, все, все. Все, все. Я, я, сейчас, это на оборот надо. Так. Эй. Е. Так. Эй. вот так. Вот так. Знак перестановки. На умножить на вот это вот. На умножить на пин G1. Вот так вот. Правильно. Спасибо. Настя. Так, наверное, должно быть. Так. Что это значит? Все равно. Погодите. Да. У нас вот в предыдущей записи написаны только числа. Да? Вот. 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 вот эти вот C, это коэффициенты векторов, да? Да. Поэтому, когда мы дадим... А, вот здесь мы должны дать V1 и так далее VH. Вот. Да. Вот так вот. Да. Потому что это функция, которая на ней действует. Вот так вот. Вот так вот. То есть я хочу еще разобраться, что это та функция. Ну, если я вижу координатор, то это функция, вот эта вот FI G1, далее FI G2, это D и FI. И FI G1, далее FI G2. Ну, давайте рассмотрим такой пример. Вот, как бы, пример, который будет называться форма потока. У нас много было один форм. Но один форм неинтересно. С одним формами там все видно. Что такое DX-фиция, как она действует на векторе V. А если у нас два форма потока, то, значит, что такое форма потока? Давайте посмотрим, есть у нас поверхность какая-то, и через нее протекает жидкость. Вот V, это вектор этого потока. И мы хотим посчитать, сколько у нас, как бы, универсальная форма, сколько у нас жидкости протекает через некоторую площадку. Ну, вот площадку мы можем как бы задать таким фрилограммом, построенным на двух векторах. Да, XI-1 и XI-2. И тогда у нас получается что? Вот сколько за единицу времени протекает жидкости в такую площадку? Ну, это... Ну, это... Это... Ну, подпекает столько, да? Вот у нас есть... Есть наша площадка, есть вектор V. Да? Да? Вот так вот. И наши площадки течет жидкость, да, со скоростью, ну, как бы, направлением, до скорости V. Значит, длица времени она протекает как раз на V. То есть это будет объем параллитипеда, да? Ну, объем параллитипеда, да? Ну, объем параллитипеда, да, это такое смешное произведение для векторов. То есть жидкости протекает, значит, за единицу времени протекает, значит, вот такую вот количество жидкости V на XI-1 на XI-2. Такое смешанное произведение. Оно же... Есть... вот что. Оно же у нас будет выражается... Ну, и, собственно, определитель, построенный по этим векторам, да? В-1, В-2, В-3. А, значит, здесь у нас C-1-1, C-1-1. Ну, тут у нас было... ладно. С-1-1, C-1-2, 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 C-1-2. То есть это равно вот такого вот определителя. Ну, это... То есть это объем, это и есть котосимметрическая... То есть каждому углу соответствует некоторая форма. Вы согласны, что вот это вот то, что написано, это два форма? Вот. 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 То есть вы же этот вот определитель, он равен... Вот. Вот. Он равен вот этой вот форме, да? Вот. Векторов C-1, C-2. Ну, это объем, это... Он котосимметрический, естественно. То есть он у нас ориентированный объем. То есть если мы меняем направление вектора, то определитель тоже меняется. Ну, из местных. То есть у нас получается вот такая вот два формы. И можно понять вот как... Значит, если у нас вот эти вектора это Dx и Dy, то какой должна быть форма? Казалось бы. Ну, вот если у нас... Ну, если это форма, то давайте опишем ее. Она у нас получится. Так. Все. Правильно? Здравствуйте. Например? Да. Его пока? zonem. Ну вот это так, ну вот так это писается. Ну вот я хочу сказать, что у нас это получается как бы форма площади на поверхности, но если у нас берутся, например, кастик сфер-1, то есть... А, ну да, давайте рассмотрим случай, когда у нас есть плоская поверхность, плоская плоскость, на ней есть сектор dy, а V у нас есть сектор dy, а здесь V у нас равно dy. То есть протекающей жидкости просто равно площади, да? А форма площади, как известно, выглядит так dx dy. Я хочу сейчас понять, что такое dy от вектора V1, V2. Ого, V1, V2 вот так вот. К чему вот это вот должно быть? В листе волоски тупые, да? Да, как мы так вот форму от вектора считаем? Вот я хочу понять, как нам надо, как это сделать? Да. А, давайте сейчас обсудим, что это по смыслу, потому что на самом деле эта форма dy и y, это какая форма? На самом деле, вот если ее так и определить все монетические, то dy это что? Это, она, значит, эта форма, носителем которой... Носитель этой формы, это пространство, натянутая на вектора d4 dy, и dx dy от d4 dy равно 1. Вот так вот я бы ее определил. То есть это как... Ну, это согласуется с определением вот просто dx. Что такое dx? Что такое dx? Ну, значит, это то... Ну, значит, вне этого пространства, а нулевая. Если... То есть она не нулевая, только когда здесь вот... То есть, когда ей на аргумент дают вектора пространства dp dx, dp dx. То есть, если сделать вот эту форму dx dy, вот там d4 dx, d4 dz, то это будет 0. Потому что dp dz, она 0. Вот. Вот. Поэтому сейчас тут важно понять, как... Вот хорошо, вот на... Конкретно на вот этой паре векторов она равна единице. А чему же она тогда будет... Это вообще бы единственным образом это определять форму, и чему она будет равна вот на производных векторах? Ну, я тут постирал вот эти формулы с этими L. В принципе, можно вспомнить, как вот она расстроилась. То есть, как... Вот если мы смотрим L. То есть... То есть... какой или возник а коэффициент при каком это или будет ненуелым если там что-то кроме е1 и е2 присутствует это уже ноль поэтому будет ненулевой коэффициент только при е1 е2 но вот это вот вот а вендоваву но но и но и И, соответственно, при L, D2 и L1 тоже, если мы там не в порядке, то получается, что если мы возьмем V как DZ, то у нас будет вот такая выкидка. У нас будет просто вот этот определитель, да? У нас будет просто вот этот определитель, и останется вот такой вот определитель. Ну и, соответственно, эта форма DxDy на векторах будет равна вот этому определителю, эти коэффициенты. Вот есть какая-то ясность? Ну, вот это вот коэффициент, вот DxDy. Вот DxDy, DxDy, DxDy. Ну, вот DxDy, DxDy, DxDy. Ну, вот DxDy, DxDy. Добаваем один, два, два. Оно должно в таком образовательстве. А, вот. Хочет хоть это. Выясни мне по поводу. Почему, в смысле, вот то, что с вами между строчками написано, я... Ну, это бездна. Да, но на самом деле, вот вопрос. Можно записывать так, можно записывать так. Может быть, нам удобнее сейчас записывать вот так. Это просто зависит от того, делить на... Ну, на... На что делится, а? На... Ну, да, да. Может быть, нам удобнее даже вот так вот смотреть на эту форму. Ну, без этого. Не упорядочивать их. Сейчас, а почему, если мы тогда подставим... Ну, а тут должны быть тогда, соответственно, те, у которых... Это не даже индекс, а в разных поисках, равны. А, то есть... Если мы смотрим на вот то, что у нас... Это будет зависимо, то получается, что вот это... Это равно... Это равно... Ну, что... Пи-Ж-1... И так далее... И так далее... Пи-Ж-к... Собственно... Не знаю... Произведение... Оно равняется... Си... Значит, к распроизведению координат на знак, да? Это... Распроизведению координат понятий. Оно равняется... Оно... Велопрозведение координат? Нет, это не координет? Сейчас. Верой. Да. Сейчас... Вот это. Вот это. Потом... Оно... Пи-это просто... Это просто... Как бы... Ментальная форма, в которой у нас есть координаты, а только такие формы... А, ну да, что если мы туда поставляем... Почему у нас вот делаем филиптер, почему там вот DxE и индекс сверху у них? А где-то мы пишем, где-то DxE? Ну, не знаю, можно все сразу написать, хотя я уже начал писать. В обозначении геометра, то есть даже оцениваете сверху. Ну, да. Сейчас. А кодекс в честь отношения иксы имеет к... Ну, вы предназначали координату E. Ну, E это вектор 1, 0. А, да. Ну, в общем, XE они с E привозят, да? Да. Да. Ум. 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 На выпивной. Ум. 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 А, там, снимаешь, что E это с DxE. Дх1. 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 Значит это что? Да, или нет? Дх1? Да, да, это правда, да. А, я не хочу. То есть, Дх1 это двойственная, вот. Дх1 это двойственная Д по Дх1. Соответственно, к ей. Но я хочу обратить внимание, что Дх1 это двойственная, оно определено. А вот Дх1, Дх1 и дальше, это вещь, которую надо определять. Это то понятие, которое мы сейчас определили. То есть, это не что-то такое, что, скажем, вот это вот, вот эту форму надо определить. Да. То есть, и она вот определена, определяется вот как-то таким вот определить. Ну то есть, это есть, она равна определить. То есть, если мы зададим... Ну, правда, что форма это просто некоторая штука, которая считает площадь на... Ну, грубо говоря, мы не даем векторару, а она считает площадь сначала... Ну, нет, это если... Ориентированная форма. То это именно такая вещь, которая считает площадь. Она считает она мерный ориентированный объем. Ну, да. Объем, понятно, может на констанцию... Констанцию раз, ну, можно, как говорили, отнормирует по разному. Поэтому и будет. Вот. А вот если форма... Получается, вот, два форма в трехмерном пространстве, то она считает уже не совсем площадь, а она считает... Она соответствует местному вектору. То есть, она считает объем потока... Ну, то есть, она считает сколько... Ну, объем параллограмму, у которого два вектора это аргумент, X7, X2, а третий он задан. Ну, это соответствует, вот, физически это соответствует потоку через трехмерном пространстве. Вот мы сейчас можем посмотреть на высоко внешний дифференциал, форму, и еще раз посмотреть на вот эти вот те потоки. Значит, да, ну... Ну, это просто как считать... Я просто исключил прямо задачу вот вычислить... Как... У меня была в листе задача вычислить значение формы в общем виде. Ну, можно... Так, давайте... Мы хотим... Давайте все-таки обсудим... Как найти значение формы... Поизвольные формы на произвольных векторах. Ну, формула, конечно, она разлагается в сумму элементарно, поэтому давайте посмотрим элементарно. То есть формула... DXGP1 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 В и Т. А с чего она будет равна? То есть она не равна нулю, только когда все вектора, но только на тех вектора, которые принадлежат вот этому пространству, да? Сначала мы смотрим на Д, А, Д и К. Ну я не совсем точно говорю, но если какой-то из векторов... как бы ортогональному пространству, то на нем равна нулю. Сейчас, можно вот такого вопроса? От ДХ1. Как читать еще на каких-то? Как вот эту галочку правильно читать? Галочку? Это у меня все произведения. Николай, это только демножить. ДХ1 умножить на Д и Y от Д по Д и Y до Д и Х. Так, еще раз на протекуте. ДХ1 умножить на Д и Y от Д по Д и Х. Д по Д и Y до Д и Х. Это... Это... Что будет? Это... Галочку, да. Потому что если мы поменяем место, то знак поменяется. О. Да. А если мы застанем, скажем... Ну да. Сейчас, как мы с вами... Галочку. А еще один вопрос, что мы принимаем на уточнение... Д и Х умножить на Д и Y от Д по Д и Х плюс Д по Д и Х, это будет... Ну да, можно расписать эту форму как форму от D по DZ, D по DY, это будет 0. А вот это вот останется. А вот здесь это будет хоть определитель. Тоже на самом деле из коэффициентов этих векторов. То есть надо выбрать на самом деле эти векторы, которые можно и записать. Сейчас. Вот эти вектора, они у нас записываются. И дальше что мы делаем? Мы выбираем столбцы с номерами G1, GK. Выбираем вот эти элементы и берем определитель по ним. То есть вот это будет таким вот определителем. Это будет C1G1, C1GK, далее CKG1, CKG1, CKGK. Вот. То есть это будет такая функция. Ну вот эту форму у нас к ней привыкли. На самом деле тут я не знаю даже как советовать в этой науке. Тут иногда надо как бы понять, но потом привыкнуть как бы. Ну как чтобы это вот стало естественно. Ну потому что это на самом деле такая формальность. Это как мы определяем некие формальные объекты, которые действительно соответствуют правилам интегрирования, сиренцирования, 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 сиренцирования. Хорошо идут себя при отображениях. Ну вот такие. Вот, хорошо. А теперь можно дать минусы, да? Ширты и стопка. Пока, вообще говоря, даже у нас... Мы работали просто с формой в точке, да? У нас официальная форма это как бы фолия формы, да? То есть она зависит от каждой точки. В каждой точке есть некая форма. Бладкая. Ну и сейчас пока что вообще вот эти операции были просто в точке. То есть было не важно, что это фолия. Сейчас будет будет дифференцирование, и тут уже важно, что это поле. Давайте перейдем к дифференцированию. Значит, внешнее дифференцирование. Ну, значит, надо записать... Ну, давайте определим его. То есть определение. На функциях... Значит, это... На функциях... Внешнее дифференцирование определяется... На функциях... f как df. Как дифференциал. Ну, вот это... Это будет внешнее производимое. Вот это. Вот. А на К-формах... Омега. Омега. Это К-форма. То... Форма, значит... координаток. XM-канал выглядит... Оно имеет вид... Добавляем сумму, сады сапогу. Требет. Жель 2. Требет. На Требет. Жель 1. Возьмем, то есть, что жель 2. Угу А вот ты должна наверное упорядочить. И давайте определим производную D Омега. Можно ограничиться. Д Омега в схеме D Омега. Ну, вот так оперение. Вот так вот. Внешне надо еще. Да, да, да. Но только это, вроде как, годится только в одной карте. А как это глобально по томске? Да. А, да. Еще есть какое-то дискоординатное объявление, да? Дифференцированная форма. Там что-то много-много канипатров будет. А, вот, да. Да. Сейчас, а что? Ну, например, в этом случае, а D в данном случае, это что? D это вот эта вот функция. Я сказал, сумма DF по DxP на DxP. Вот такая вот функция. А там эти, а, это функция. Так, она не поможет. Ну, да. Ну, пока мы давайте... У нас пока нет отображений, поэтому... Сейчас будем переставлять отображения, так проверим, естественно, что в разных картах будет одна и должна увидеть. Ну, сейчас есть пять минут. Так, значит, дальше... Да, значит, вот такая вот... Ну, дальше можно это записать как... Ну, давайте будем считать, что у нас формика это одна такая... Д... А... А... B... D... 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 Ну да, подробно, это одно спокаянное. Всё работает. Тогда получается, что D ровненько. Это что? Это такая сумма. D, A, F, D, H, I, T, D, I, N, U. D, A, F, D, I, N, U, 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 N, U. Если у нас какие-то индексы повторяются, тогда эта форма равна нулю. Ну, можно обязательно сказать, что если у нас имеется D, X, G на D, X, G, то такая форма налевая. Потому что она космосиметрическая, а если мы поменяем векторы, аргументы, и соответствующие в этом дом вектора поменяем, то знак должен поменяться на противоположных. Немного не совсем. Нас позициями передвигается друг в другу. Сейчас… При каждой транспозиции она будет меняться. А, сейчас… А мы не можем… В искососиметрической мы можем… Понятно, что то же самое, но… А, просто если между ними там нечётное нить у этих G, Когда знак не поменяется? Нет. Там будет четное число транспозиции. Значит, перестановка не зависит от того, как мы ее раскладываем. Да, транспозиция, да. Поэтому перестановка нечетная, поэтому знак меняется, а при этом остается то же самое значение. Значит, форма была нулевой на всех оборотах. Ну, аргументы. А, ну я просто думал о перестановке дифференциалов. Нет, нет, я просто хочу... Я хочу доказательства, как сказать, для меня раз поговорить, что форма, если у нее совпадает индекс, ну хотя бы два индекса совпадают, то она равно будет соответственно. Просто аргументы в этих векторах мы можем переставить местами, и не поменять. Ну, они равны и не поменим другому человеку. Ну, одни и те же аргументы. Ну, здесь стоит... Ну, Д-гид. А, Д-гид. Вот, там. Си-один. Си-два. Это равно... Д-гид. Си-два. Си-один. А другой цена равно. Си-один. 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 Ну, потому что... Си-один. 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 А, наверное, надо сказать, что мы так строим эту форму, да? Си-один. 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 Ты-с-ордин. Си-один, ты-си-один. Чтобы им было внимание, что вот два знаков. Ам-мен remember? Да, давайте так смотрим... Это... Такое место... Такое место... И-с Ам- calming. "' öğren... Do deserve палец». Измазает этот вот кси. Он стоит в двух минутах. Вот так, наверное. Это интересно, да, что оказывается, что попросили. Да, дайте нам... ...самые верхние кусочки. Где? ...самые верхние кусочки. ...самые верхние кусочки. А вот сувирование по И, а там Г1, Г2. Я взял вот такую форму. Переделывал в одинаково. Ну, можно в виде суммы записать, но... ...простые, чтобы... Ну, короче, я же одним аргументом работал. Ну, по сути, деференциально линейно, можно... ...каждый по отдельности предъявить. А-а-а, вот так я не понимаю, да. Вот, я так вот. Да, но есть у производной такое свойство, что она... ...вот можно увидеть, ну, показать, что она съемна. ...вот можно увидеть, что... ...что... ...д... ...в квадрате... ...какойненько... ...в одну нулю. Если мы возьмем... ...два... ...это дифференцируем... ...форму, то она станет нулей. ...вот... ...вот. 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 ...давайте посмотрим... ...что это вот такое будет. Давайте возьмем вот такую. Одно произведение, то достаточно. Для ограничения общности считаем. Осмотрим омега. Так, хорошо. Тогда D омега, соответственно, написано D омега. Вот оно. А тогда записано D2 омега. Что это такое будет? Это будет уже сумма. Добро пожаловать. 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 потому что вот эти вот имеют противоположный знак поворачиваем меняем это кстати важная вещь потому что это говорит о том что если мы рассматриваем отображение да и тогда получается что если мы дважды применяем дифференциал то мы попадаем к 0 то есть получается что если образ образ D1 D2 D3 то есть образ D1 принадлежит к ядеру D1 вот а это все линейные пространства форма образует линейные пространства поэтому можно только авторизовать на самом деле сейчас D1 D1 вот так давайте оба D1 ну вот это вот уже факт отзывается какомология какомология за раму но это мы потом еще скажем сейчас у нас такая цель не на многообразие поэтому это неинтересно если нам многообразие это важная характеристика можно сейчас говорить вот так но вот эта вот линма она дает нам возможность уже и определить все она выполнена вот так значит значит есть такой особый случай вот дифференциальных форм есть который обычно в вузах изучают это дифференциальные как сказать ну вот такие вот формулы прямом пространстве да это там есть формулы у глуперном пространстве и формулы Аolina такие вот там уже В размерном это Гаусс от Заградского, Токса и дальше. Давайте посмотрим, как изенциальные формы. В размерном пространстве. Но мы сейчас вернемся к этому, потому что когда формулу Токса докажем, то мы сейчас посмотрим, как она применяется. Но пока можно посмотреть, какие формы тут будут. Ну, можно рассмотреть, значит, df. Смотрите, f это функция, да? f это функция. Дф это что? Это df по dx на dx плюс df по dx на dx. Вдв это что? Скаляное определение, на самом деле, градиента на dx, dx, dx. Это один форма, да? Вот это вот, дифференциал Токса. Это один форма, которая имеет векторную запись в виде градиента. Поэтому есть такая, можно сказать, что сначала есть функция, градиент. Ну, градиент, это вы знаете, что градиент направлен, это вектор, который направлен в целом на максимальную рост. Дальше можно взять, значит, давайте рассмотрим дизвольную форму, один формул. Значит, пусть у нас омега-1, это f dx плюс q dy плюс r dz. Вот, и возьмем d омега-1. Значит, это будет, что это будет? dp по dx. 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 dp. 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 ну. Сложненько? Да. Примерно в порядок. По-моему, тут что-то не целое. Там, допустим, D, P, D, Y... Там не должно быть D, Y. А не нормально. Нормально. Значит, D, D, Y... Надо английский, да? Да, точно. Если у нас D, D, Y, P... Это, допустим, D, Y, D, Y... Это, допустим, D, Y... А, D, D, Y, D, Y, D, Y... Значит, D, Y, D, Y... Значит, D, Y, D, Y... Нормально в−... Д. 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 У нас Д, Куба, Д. Д. Д, Д, Д. Д. В плюс. ДАВНОВАНИЕ Мы увидим, что вот тут такое счастливое состояние, что 2 формы, она тоже имеет 3 коэффициента, но это именно совершенно пространство. И это тоже получается некоторый вектор. То есть вот это вот коэффициенты некоторого вектора. Р1, R2, R3. На самом деле этот вектор 1, 2, R3 называется ротором. То есть ротор есть уже у поля векторного. И вот он написано как 1, 2, R3. Это вот этот вектор. Ну и все, мы вам пока видят поделители записать, да? Видят поделители. Там, извини, он там. Наверное, D, F, 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 F. А в первой строке будут базовые векторы, а в других производные? Да. А дальше будут все производные? То есть как? У нас есть BP, F... Сейчас какие там будут? Там нужно, три производные что-то я. Угу. Зачем 2 формы. Это вот этот коэффициент, то есть я хочу сказать, что этот реактор он рост. Но это явно, да, то есть это у нас... Не знаю, сейчас я боюсь забуду. Значит, ротор — это физическая интерпретация, это типа вихоль. То есть если есть вот такое винтовое движение, ну, это составляющее движение, жидкости, например, то у него появляется ротор. Вот, значит, тут можно понять, что если у нас, мы берем второй дифференциал от формы D, то это будет ноль, да, то есть ротор, то есть вот у поля D, то есть ротор от D здесь равен нулю. А это говорит о том, что потенциального поля, вот такое поле, которое записывается в виде D, называется потенциальным. То есть это-то потенциал, по-моему, в школе было. Вот. Значит, у такого поля ротор будет ноль. И у него поток через ноль, поверхность, ноль. Да. И дальше можно еще одно дифференцирование провести. Значит, теперь возьмем уже два формы произвольную. Я каждый раз, видите, я сначала подифференцировал, у меня получился вот такая форма, потом я взял произвольную и ее дифференцирую. Если я буду дифференцировать эту, то получу ноль. Вот такая. Значит, теперь можно взять форму произвольную, значит, она будет, не знаю, на букву уже, это у нас будет два форма. Давайте ее теперь подифференцируем, где он не забывает. Спасибо. Что значит запись? Рот, раз, д. Вот, где-то в сервинах строчки вышли. Это просто очень нестрогая запись. Для строгости тут звездочка ухожена, пределите еще ухожена. Рот, какой курьер, я понял, а то мы пишем вот, ну, по сути, строчки Михалшукской, рот, раз, д. А, имею ввиду, что д. Ну, на самом деле, лучше написать рот от градиента. Да. Потому что я тот д. Я взял, я вместо этого взял градиент. То есть рот от градиента. То есть рот от д. Д. Да. Он равен вот так. Значит, это оменька д. Так, давайте посчитаем, что это такое. Это будет дп сломой по дт, дп сломой по д, в принципе, дк сломой. По всем остальным производные форма будет новевая. По остальным производным. Потому что dx здесь не может быть. Будет совпадать с этим. Д или что же. Д куба dx. Так, что это... А, ну да. Да. Ну, на самом деле, лучше было бы нервной степени. Переобоснаем. Значит, это у нас будет P. А, B, F. Это будет D. Тогда у нас будет, значит. D, 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 Z. Это будет D, 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 Y. Дальим. Так, это будет... О, нет, сейчас. Это у нас, это у нас 5, а это у нас 5. Сейчас напишем все нервы. для Q по D-Y на D-Y, D-Z, D-Y, D-Z, D-Y, D-Z, D-Y. Дальше мы видим, что эти формы можно только собрать, просто надо убедить Z-T по D-Y плюс, значит, нам нужно Y переставить, значит, нам нужно X переставить сюда, это дверь на позиции, то есть знак поменяет. D-T по D-Y плюс, так, D-R по D-Z. И здесь у нас Z нужно переставить, конечно, тоже дверь на позиции, тоже нас поменяют. Хорошо, вот, мы установим, 1, D-Y, D-Z. Ну, вот эта вот величина, сумма частных производных, вот мы можем так сказать. То есть есть поле P, Q, R, а мы берем производную первой компонентой по первой, когда, субмируем, второй компонентой по второй, координате и третьей. Это называется дивергенция, вот эта, вот эта, собственно, вот эта часть анализа, многомерного анализа, собственно, изучается в ГУЗах, потому что такое инженерное точки зрения, это самое главное. Видео? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Так, а что можно сказать про дивергенцию? Это источник или строго? Да, да, это вот как бы бездивергентное поле, это поле, у которого поток через любую поверхность замкнули в него. Но это мы потом обсудим, а потом будет теорема. То есть дивергенция – это то, что в какой-то точке появляется какая-то масса или какой-то… В электромобедизме или электромобедизме? В электромобедизме или в электромобедизме? Да, да, вот в зарядах там, да. То есть появляется ли оно где-то или исчезает? Вот, если у нас просто течение жидкости не сжимаем, то оно будет бездивергентным. То есть, действительно, она где-то не стекает, где-то вылетит. Так, значит, и что у нас туда можно сказать? То есть у нас можно сказать, что дивергенция от ротора всегда нулевая, да. Вот. 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 Сразу градиент. Значит, градиент, да, можно в ротах. Дальше. Ну, скажем так, что это формы. Из нулевых форм. То есть это вот. Работает фривизион. Значит, с первой формы. С первой формы. Вот этот. Ротов. Аналог. Это дифференциал. Это аналог в обычном трансмерном анализе. Ротов. Значит, и нет. Дальше. Работает дивергенция. Д. Работает фривизион. Дальше. В обычном трансмерном анализе. Это дифференциал. Это дифференциал 3 формы. Так я на пространстве. Вот. Вот. И вот. Ответ. Вот. Еще, наверное, хотелось бы вам сегодня немножко сказать о том, что, ну, обсудить вопрос, как преобразуется есть ветер. Ну, пока что мы находились, значит, в первой половине мы вообще находились в точке, потом мы перешли в РН, как бы, то есть это от формы в РН. Дальше нам надо ее на многообразие поселить. Многообразие дается картами, а в картах мы ее легко поселим, а вот в картах определим форму, а дальше нужно их склеивать, да, значит, нужно отображение, как действует отображение на формах. Давайте вот так вот обсудим. Значит, вот это вот мы пока зафиксировали, что-то, мы посмотрели, как эти литера устроены. Дальше уже. Ну, это вот форму в Топсисном объявлении. На формах, понятно, пуллбеком. Хотелось бы понять то, что дифференциал корректный определен. Не смотри. Иногда по определению здесь не сам, наверное, если бы... Не, ну, значит, дифференциал был в одной карте. А, ну, сейчас. А, ну, сейчас, наверное, обращайся. Ну, нет, надо это обсудить, да. Как форма преобразуется при изменении координат, ну, и просто при отображении. Значит, ну, во-первых, откуда мы можем взять вообще преобразование формы? Ну, закон по определению форма — это косметическая линейная функция, да? В самом деле, если... Давайте я посмотрю, да? Преобразование формы преобразования. Преобразование формы преобразования. Пусть у нас имеется отображение. Фи, гладкая, из У в В. Ну, это для области вода. У и В, они держат одни. Понимаете? Гладкое отображение. Значит, если у нас есть функции, то есть она отображает точки У, точки В. Если у нас есть функция F из В, В, просто функция. То есть F на самом деле доцелует некоторое отображение F со звездой от F в функции F со звездой F Also F равно F функция F на U. Ж это уже функция U. Уважаем. Но на самом деле устройство очень просто. Когда подпишись звездой от F, это просто F, то есть F тут. Ж от С. Сейчас будет несколько набор С. Это было F от С. F от С. Это будет Ж от С. Это понятно. То есть как отображение векторных пространств, оно на К векторах дает отображение в другую сторону. Так на любых функциях. В том числе можно определить функцию на U как F. Сначала F применить, а потом F. Всё. Пока что данной записи F вёздочкой то же самое, что F и получается, да? Нет, F действует на функциях. То есть она в функцию F отображается в функцию Ж. То есть я хочу сказать, что... Можно так обозначить пространство функций. То есть F действует на функциях, которые определены в G. Ф. Да. Вот так вот. То есть F звёздочка — это определение того, как действует... что такое действие отображение на функциях. В том числе оно применяется по симметрическим формам. То есть можно сказать, что если у нас есть отображение F, U, V, то на формы U, K формы, да? И наоборот, оно будет из B. У действует еще звездой. Вот. Ну и дальше уже с этого определения можно стартовать и понять, что наши действия будут коллективными. Финфицированные там... Как переписывать форму, если заменить карбинал? Как переписывать, понятно, не очевидно, что это комментировать. Финфицированные, да? Сейчас посмотрим. Не, ну... Ну, смотри, не надо. Вот. Значит... Ну, давайте попробуем. Начинаем с названием... С названием... Здесь тоже. Вот. Могу написать, значит, фи... ... поступить... Вот форминга. Это вот отображение, которое действует на форму, да, Има? В смысле, на ноль формы? Что? Это ноль формы? Нет, не обязательно. А, ты сейчас... Давайте К. На К форме, значит, Има будет... К. А, да, вот это у нас формы разделения будет что? Это будет формы разделения... К, так? Т stirк? Не надо... отображение отображение но марки и клубе действует что такое преобразованная форма на вектора это старая форма на преобразованных объектах ну да это просто определение но в дело в том что форма она что она где действует форма это функция на то есть поменьше это функция на касательном пространстве нового бочка но там В каждой степени действует на V, 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 A, V. Вот, и здесь, да. Ну, форма, это что-то функция, которая даже в каждой степени в каждой степени, ну, ой, да, ну, для вас теперь, да, V, A, V, A, V, A. Значит, и тогда преобразование в этой форме это означает, да, когда V в этом касательном пространстве действует как производная, значит, мы преобразуем эти касательные векторы, подставляем в ордера, и вот это сможет. Ну, то есть, нахуй, ты шучал. Ну, это перенос формы просто назад. Ну, да, если как укажение переносит векторы вперед, то за счет этого эти же векторы, ну, вот, переносит форму, поставить форму, и тогда не такое число. Вот эта композиция, мы просто дам одним словом, вот теперь перенесенная назад форма фиш-трих. Ну, да, то есть, что у нас есть отображение фиш-трих, да, и, значит, на формах обратно это выражение, то есть у нас есть форма на вот в касательном пространстве фиш-трих задано, вот эта вот форма, да, у конника, а мы, значит, задаем вот эту вот преобразованную форму в точке Т уже заданную. Как? Просто берем и применяем эту форму к образам вот этих вот касательных векторов. Это вектор. Их образом применяем исходную форму. Вот эти образы у нас происходит перенос в форму. Так. Что мы должны проверить, да? Ну, вот там композиция, да? А, ну, про композицию можно увидеться, но это вообще видно. И, значит, что если это синь на синь штрих, то есть синь на синь штрих. А, ну, синь на синь штрих. И синь вовсе не будет, да? И синь это в синь штрих. И синь это в синь штрих. Ну, это понятно, да? Да, это просто потому, что надо просто поставить соответственно форму, что дифференциал композиции равен композиции дифференциал. Это что их? Это что их? Это звездочка, когда они перевернутся. А, мы возьмем звездочку написать, да? И до звезды не надо, мы сами поменяем тогда. Да, тогда у нас будет синь на синь штрих. Так я синь на звездочку и синь на звездочку. Да. Ну, надо ставить так, это практически. где-то делается, да? То есть, что такое, вот если мы действительно имеем какое-то вотображение, то есть, у нас имеется φ, при этом φ, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, и Это Д Это Именно Найзублотый на И и И С Но это можно пересчитать И вот С Вот так это да Как сумму Ранги Хочу делать Тех 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 Ну и так далее Тех 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 Ну вот эту сумму, формированный кондексом. Так, это видно откуда-то, что это у нас просто... То есть, потому что D в FI GD в FI это FI GD в FI GD в FI GD на DT. Получается, что мы как раз берем субъект, применяем к нему производную и подставляем в точности. То есть можно преобразовывать в флог, просто подставляя в дифференциал. Все это согласовано с нашим пониманием в установке дифференциала. Вот это вот изображение между звездой. Вот это вот отношение. Вот это вот изображение, которое переводит форму одной карте в форму другой карте. Да, форму в образе она переводит форму одной карте. Да. Но при этом мы не учили структуру. У нас есть вот этот вот дектор отображения. И, ну хорошо, оно у нас ассоциативное. Оно гладкое. Оно гладкое, оно ассоциативное. Но где вы использовали структуру этих форм? Нигде. Упределение нигде. Просто на любой функции можно определить такое изображение. Да дальше уже, конечно, то, что это форма там получается, но там линейная, естественно, получается. Ну, значит, форма переводится в форму, да, у нас, когда вы считаете? Нет, ну, нет, это у меня полно. Это полно и то, что как нам реально руками вычислять вот это преобразование. Мы привыкли, вот у нас вот эти дифференциалы, мы можем, если у нас x выражено через t, то мы можем дифференциал dx расписать через дифференциалы по dead theta. Вот мы распишем, запишем все, и мы должны увидеть, что это и есть то самое преобразование, которое определяется отсюда. То есть это как бы корректность наших действий в том, что мы привыкли. После вот этого мы, например, можем уже интегрировать, уже даже то, что мы знаем про кратный интеграл, мы можем сказать, что мы можем считать, что мы форму интегрируем. Оказывается, что подинтегральное выражение преобразуется так же, как форма. То есть уже можно вот так. Но это мы все еще что-то скажем. Вот, то есть, да. Да, значит, это вот корректность этой формы. Вот я хотел сказать еще только что. Ну, да, но свойства... Все, кроме этих свойств, конечно, еще что фишу звездой у нас... ... ... Оно имеленное получается. То есть это алифон... ... ... ... ... ... Это видно после этого построения, что он будет линчен. Ну, наверное, я смогу на этом сегодня закончить. Следующий раз мы можем проинтегрировать. Вот, есть у нас листок. Продолжение следует...